Итак, всем добрый вечер. Рад приветствовать вас на новом вебинаре с Фладом Рассолом, который будет посвящен альтернативному методу торговли, а именно парному трейдингу. Но об этом он уже расскажет подробнее чуть дальше. А я, в свою очередь, хотел несколько слов сказать в самом начале. Во-первых, напомнить предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Вся информация, которая предоставляется в рамках текущего вебинара или всех других вебинаров компании «Дравомаркетс» дается только в целях вашего обучения и ознакомления и не могут восприниматься как прямая рекомендация к действию. Также несколько слов для тех, кто еще не знаком с нашей компанией, для тех, кто будет смотреть также этот вебинар в записи. Компания «Дравомаркетс» является международным брокером, который работает на рынке уже порядка 18 лет. Одним из наших специализированных инструментов является маржинальная торговля. Также в прошлом году мы запустили сервис по торговле акциями. Торговля акциями без кредитного плеча, то есть когда вы можете формировать свой портфель, держать именно в долгосрочной перспективе. С ВАДО мы уже вебинар на эту тему также проводили. Мы работаем под различными юрисдикциями, под различными лицензиями, поэтому вы можете выбрать то правовое поле, которое подходит именно вам. Это может быть как и британские регуляторы, так и австралийские регуляторы, ну и различные регуляторы, которые функционируют. Также мы предоставляем передовую платформу MetaTrader 5, которая фактически стала передовой платформой, потому что позволяет использовать версию для компьютера, версию для мобильных устройств, что позволяет эффективно управлять вашими сделками, вашими ордерами. Также это минимальная комиссия на ввод и на вывод средств, то есть вы можете легко пополнить ваш счет по карте, пополнение идет без комиссий. Также вывод на банк доступен два раза в месяц без комиссий. Также с точки зрения издержек, ну я думаю, что издержки вы можете сравнить буквально открыв демо счет и протестировав нашу платформу и наши типы счетов. Но вот несколько ключевых инструментов, которые являются, наверное, самыми предпочитаемыми нашими клиентами, это евро-доллар, комиссия по нему составляет 0,6 пункта, то есть, точнее, это спред, да, то есть комиссии в этом случае нет. А по индексу DAX это 0,8 пункта. Ну я думаю, что если у вас уже есть опыт работы с другими брокерами, вы также можете этот момент сравнить. Также сразу же скажу о том, что сейчас у нас действует кампания по уменьшению спреда, где вы фактически можете до конца ноября получать спред, который и так, в принципе, достаточно небольшой, но еще можно получать на 15% меньше, и в какие-то дни он может доходить до 50%. Просто оставьте заявку, выберите ряд инструментов, по которым вы бы хотели получать этот спред, и, собственно, в конце срока, то есть в конце ноября вы получите возврат спреда уже себе на счет. Ссылочку для тех, кто смотрит нас онлайн, я отправлю в чат, а для тех, кто смотрит нас в записи, она будет прикреплена к этому видео. Ну и также вас всегда будет помогать ваш персональный менеджер, который будет помогать вам на всех этапах и открытия счета, и решение ваших вопросов, которые у вас будут возникать. Что еще важно, Admiral Markets ставит важным элементом сотрудничества с нашими клиентами, это также повышение знаний. То есть мы стараемся проводить обучающие как и очные семинары, так и онлайн-семинары, которые дают возможность получить новые представления о различных торговых стратегиях и улучшить ваши знания. Например, у нас также идет каждый месяц мы встречаемся на вебинарах в онлайн-формате с доктором Александром Элдором. Думаю, что многие знакомы с его книгами, и вот следующий вебинар пройдет уже 18 ноября. Ссылку на регистрацию я также приложу в чат. Этот вебинар будет открытый, поэтому вы можете на него зарегистрироваться, и мы будем рады вас на нем видеть. Также подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы вы смогли, во-первых, смотреть записи вебинаров, которые не удается посетить именно онлайн, ну и также смотреть обзоры именно технического анализа по текущей ситуации с валютного рынка, а также и рынка фондового. Я все ссылки, те, которые озвучил, вам приложу. Сейчас я готов передать слово Фуаду. Трейдер с колоссальным опытом. Я сейчас подумал, что у Фуада опыт в трейдинге порядка 20 лет. То есть, когда он только начинал, мне было 10 лет. Собственно, тогда, наверное, было довольно-таки сложно начать увлекаться финансовыми рынками, но я начал это делать, как только это возможно. Поэтому, со своей стороны, рекомендую по максимуму, обращая внимание на ту информацию, которую преподносит Фуад, задавать вопросы в конце также этого вебинара. Ну и я думаю, что еще несколько слов Фуад также от себя добавит. Поэтому я готов передавать тебе слово. Выходи в эфир. Да, я тут. Слышно? Да, все в порядке. Так. Собственно, да, Роман все рассказал и обо мне, и о компании. Буквально два слова я скажу, что я управляющий активами, трейдер, торгую на разных площадках, большая часть это опционы. И обычно, в последнее время, как минимум, я использую только те стратегии, которые предполагают минимальное участие фактора угадывания, да, то есть направленности. Нам, в большинстве моих стратегий, не нужно сильно знать, куда пойдет рынок. А знать никто не знает. И вот парный трейдинг – одна из таких стратегий. Использую я не очень часто парный трейдинг, потому что он тем и хорош, что дает возможность зайти не каждый день, но если уж дал возможность, то ждите прибыли. Возможно, небольшой, но там есть свои нюансы. Давайте начнем с сути, вообще с философии парного трейдинга. Я сейчас не знаю, что на экране. Возможно, у меня… Да, поскольку другой участник осуществляет им аттракцию экрана, я не могу включить. Роман. А, вот теперь могу, да. Вот у меня открыт трейдинг-вью, и я начну с того, для чего вообще парный трейдинг используется, как к нему пришли. На самом деле, эту стратегию используют очень много хедж-фондов, крупных хедж-фондов, и началось все издалека, если подходить к этой стратегии, она все-таки краткосрочная, то ее долгосрочный собрат выглядит немножко по-другому. Представим, что у нас есть портфель какой-то, да, вот издалека мы начинаем, потому что многим сложно понять, почему в паре две бумаги, одна покупается, другая продается, что это вообще дает. Вот я покажу вам эти скрин, сейчас Finviz, это такая программа, которая скринер, в ней можно отслеживать разные бумаги, их показатели, ну, сейчас речь не об этом. Представим, что мы заинтересовались в какой-то отрасли, вот мы хотим купить бумаги, пусть это будет компании коммунального хозяйства. Мы ждем, представим, обвала рынка и считаем, что эти бумаги как раз прибавят, так же, как и компании из сектора здравоохранения. И вот приготовились купить часть бумаг данного сектора, но вы видите 111 акций в этом секторе, и, конечно же, некоторые из них не очень хороши. Вот, например, Катя сегодня на 11% взлетела, часть падала, вот 2.38, то есть у них и графики разные, и тренды разные, где-то флэт, где-то повышение, где-то, ну, большей части, вот, хороший рост. Другая бумага вообще рухнула с 80 на 74 за пару дней, наверное, отчетность была. Так вот, наша задача выбрать компании, которые лучше выглядят в индустрии, имеют хорошие перспективы, у них хорошая отчетность, нет долгов и так далее. Это очень много параметров, но если взять любую бумагу, вот они, эти параметры. И сейчас курс не об этом, просто хочу сказать именно, данные параметры определяют то, насколько бумага хороша или не очень. Мы, кстати, об этом на другом вебинаре и курсе говорили по акциям, американским акциям. И выбрать бумаги, которые выглядят не очень хорошо. То есть на руках иметь две группы бумаг, или две акции, или четыре акции, две хорошие, две не очень. Собрать два портфеля с одинаковой капитализацией, ну, пускай будет две акции суммарно на 3000 евро, и еще две акции тоже на 3000 евро, чтобы одинаковый был объем портфеля. И хорошие акции, те, которые у нас по показателям имеют хорошие данные, перспективы мы видим в них, мы покупаем, плохие продаем. В чем суть? Ну, вы знаете, что такое продаем, играем на понижение. То есть у нас две бумаги имеют, две группы бумаг имеют два направления. Одно направление – это лонг, покупка. Мы эти бумаги приобрели, ждем роста по ним. Второй портфель, вторая часть портфеля – это шорт. Эти бумаги проданы без покрытия, это так называют short sale по-английски, то есть русский перевод – это продажа без покрытия. Мы по этим бумагам ждем снижения, и поэтому взяли в долг у брокера, продали, и когда они упадут в выкуп. То есть играем на понижение, будем проще говорить. Итак, эти две группы бумаг должны, по идее, вести себя по-разному. Хорошие бумаги должны расти, потому что мы их выбирали по определенным параметрам, плохие бумаги должны падать. И таким образом у нас получится дельта. Вот давайте как-то это визуализируем. Я немножко издалека начал, пока не скучайте. Мы сейчас перейдем конкретно к парному трейдингу и будем говорить о том, ради чего, собственно, пришли. Вот у нас два портфеля. Разделим на две части экран. А, и я переключу экран на рисовалку свою. Вот она. Так, вы видите. Здесь у нас бумаги куплены. Мы ждем лонга. Так. Сейчас. Да, вот. Мы ждем роста акций. Во втором портфеле мы ждем падения. Так как здесь short, а здесь long, то с этой бумаги мы возьмем плюс. Ну, допустим, хорошие бумаги в момент роста данного сектора прибавили 20%. У нас получилось угадать. Наступила рецессия, и этот сектор повел себя очень хорошо. Он вырос очень сильно. И хорошие бумаги выросли на 20%. Плохие бумаги тоже выросли. Мы, конечно, ждем падения, но получилось, что обе индустрии выросли, и мы получили вместо падения рост. Но хилый рост, слабый рост, он оказался всего там на 7%. Все-таки бумаги не такие интересные, а у них долги, инвесторы не потянулись к ним. Здесь плюс 20, здесь плюс 7. В итоге мы получили 13% прироста на портфеле. Потому что long нам принес 20, short отнял 7. Это наш минус, это наш лосс, убыток. Потому что мы шортили, а бумаги выросли. Но в итоге дельта у нас положительная, 13%. То есть если тренд был вверх, вот этот направленный рынок был вверх. Другая ситуация, вторая ситуация, когда у нас также два портфеля, также два портфеля, хорошие бумаги, лонговые бумаги, но не получилось угадать роста именно данного сектора. Сектор рухнул на 20%. Лонг потерял не так сильно, потому что коммунальное хозяйство, бумаги более стабильные. Допустим, они упали на 9%. Наш лонг принес нам минус. А вот те бумаги, которые были в шорте, рухнули на целых 30%. И так они были плохими. По некоторым даже банкротство может быть. И вот мы две наши акции потеряли в среднем 30%. И мы заработали 30% на шорте. И у нас дельта плюс 21%. И мы снова в плюсе. Теперь вы понимаете, что это за такая торговля без угадывания. Мы берем позицию и в лонг, и в шорт. Но состав портфеля лонг или просто акции лонг и акции шорт отличаются очень сильно. В лонге у нас хорошая бумага по параметрам, в шорте у нас плохая бумага по параметрам. Конечно, у вас возникнет вопрос, как эти хорошие и плохие бумаги выбирать. Но я сказал, что у нас есть вебинар по акциям. Он уже прошел один. Мы разбирали, изучали все это, как отличать. Так что здесь даже по этой части у нас есть обучение. Но оно еще повторится. И реальное обучение будет в Таллине, и виртуальные вебинары будут. Но сейчас речь не об этом. Парный трейдинг как раз подразумевает то, что вы не будете составы портфелей особо выискивать, вы перейдете сразу к сути. Просто я начал издалека, говоря вам о том, как так может быть, как можно не иметь мнения по рынку так вверх или вниз. И ставить на то, что будет все равно, что будет. Вот так. Падение рынка принесет вам больше на шорте, меньше на лонге отнимет. Рост рынка принесет больше на лонге, меньше на шорте отнимет. Конечно, это не стоп-процентное правило. Не всегда бывает именно так. И будьте уверены, что в некоторых случаях будет наоборот. Но в целом этот парный трейдинг используется очень активно хедж-фондами. Они таким образом избегают стокпикинга. Что такое стокпикинг? Это выбор акций, отдельных акций. Когда у вас акции направленно выбираются, чтобы поймать на их рост. Хорошо, закончим теперь наши разговоры о лонге, шорте, парном трейдинге и разнице. Не парном, а маркет-нейтральной стратегии. Да, это маркет-нейтральная стратегия. Перейдем к парному трейдингу. Для этого нам понадобится TradingView, другой терминал. Я переключусь снова в Zoom. А, вот, я переключился уже на TradingView. Собственно, эта платформа, одна из немногих, позволяет вам отслеживать спред между двумя бумагами. В чем суть, собственно, парного трейдинга? Парный трейдинг предполагает, что у нас есть бумаги, которые обычно большей частью времени растут или падают почти одинаково, то есть коррелируют. Есть такое понятие корреляции. Давайте я приведу пример с нефти, просто как пример, а потом мы будем говорить об акциях уже. Но как бы для примера именно в TradingView. Мы найдем нефть. Сейчас мы найдем нефть. Бренд напишем сюда. Бренд. Так, вот он нашел бренд. Нет, это фонд. Секунду. Фьючерс нам надо зайти. Да, вот. Бренд. Фьючерсы. Вот он. Бренд. Нет, это российский рынок. Вот он. Last Day Financial Futures. Наверное, здесь. Или вот европейский рынок. Фьючерс бренд. Откроется график. Бренд. Вы знаете, что на рынке есть два вида нефти, торгуемых на биржах. Это бренд. Вот он стоит 61 доллар. И WTI. Другой сорт, который больше торгуется, больше представляет американский сорт нефти. Собственно, WTI переводится как West Texas Intermediate. И он торгуется под знаком crude light, его часто называют. Легкая нефть. Сырая легкая нефть. И торгуются эти два сорта на разных биржах. Но и там, и там нефть. И там, и там один товар, одно сырье. Но разных сортов. Немного отличающихся. Будем считать, что это отличие имеет какую-то константу. В теории. В теории бренд лучше WTI, потому что химические и физические свойства лучше. Переработать его будет легче. Бензин переправить. И поэтому он стоит, допустим, на 4 доллара дороже. Этот спред будет меняться. Ведь не только в физических и химических свойствах дело. Я специально начал с нефти, чтобы объяснить, в чем суть именно отличия спреда вот этого. Не тот спред, который мы платим при покупке-продаже. Разница в цене. А именно как разница между двумя активами. Вот возьмем бренд и WTI. Вот давайте еще один график. Я здесь открою. CL Futures. Это нефть сорта Crude Light WTI. Вот. Откроем график. Вот у нас теперь два графика. Они похожи по направленности, по тренду. Видите, я бы не отличил их сразу. Вот они. Очень похожи. Я вот переключаю. У вас, наверное, переключается, да? А подтвердите, если у вас графики переключаются, и мне не надо в демонстрации экран нажимать другие кнопки. Или по голосу, или в чате. Да, отлично. Вот. Мы бы их не отличили, но время от времени эти сорта расходятся и сходятся в движении. Даже сегодня, посмотрите, Crude Light направился вверх 57.47. Бренд направился вниз. Прекрасный день для парного трейдинга. Просто шикарный день. Предполагает, видите, ровно на одну и ту же сумму они разнонаправленно двигаются. Это вообще редкий день, я скажу вам. Даже величина разнонаправленности, она тоже, направленность, она тоже одинаковая. Почти 2% в обеих случаях. Если мы не ошибаемся, и бренд не замер, да? Бренд двигается в цене. Что-то я не вижу. 61.74 уже давно не меняется цена. Ну, хорошо, нам это не стой важно, потому что Crude Light торгуется активно. Сейчас Америка активно работает. Но бренд тоже 24 часа почти торгуется. Он не должен замертво стоять. Но вроде я выбрал правильный инструмент. Бренд один, ближайший фьючерс, самый ближайший фьючерс. Но будем следить за ценой. Возможно, в трейдинг фьючерс закрытый, они как-то не переключились на новый, я не знаю. Потому что подозрительным образом цена мертва на 61.74 стоит, может быть. Поэтому они разнонаправлены. Дело не в том, что сегодня рынок хорош. Так, что здесь с данными? Обновляется один раз в конце дня. А, обновляется один раз в конце дня, ребят. Это нужно другой выбрать. Я выбрал европейский. Я выбрал европейский рынок. И, видимо, он как раз показывает по закрытию дня. Или же Европа уже закрывается. Я не знаю. Неправильно мы выбрали. Давайте возьмем Last Day Financial Futures. Может быть. Да, вот видите. Никакой не редкий день. Все очень даже... Я и удивился, что что-то здесь не так. Очень-очень все подозрительно. Вот они. Живые два инструмента. Просто не тот инструмент был выбран. Оба сегодня растут на разную величину. Ну, кстати, Crude Light на 2%, Brent на 1,6%. Все равно различия есть. А графики у них очень похожи. Что мы хотим сделать? Идея заключается вот в чем. Время от времени их цены будут расходиться. Вы скажете, с чего это, если мы вначале договорились, что вроде бы спред должен быть константный. А вот почему. Логистика, природные катаклизмы, всякие ураганы. События типа с аудитом разбомбили нефтеперерабатывающий завод дронами. Тоже повлияло. Это же близкий к Brent рынок. Значит, дефицит будет именно Brent больше, чем в Америке. И так далее и тому подобное. Время от времени у одного сорта цены растут. Другой сорт как раз растет медленнее или вообще не растет, или даже падает редко. Но как на этом заработать? Подумаешь, два тренда торгуются в одном метатрейдере. У вас, кстати, у Admiral Markets есть оба инструмента в одном метатрейдере. Мы же не будем открывать разные позиции, глядя на графики, выискивать что-то. Как тут понять из этих цифр, неужели можно взять и торговую идею составить? Все намного проще. Смотрите, мы можем прямо в графике сделать график спреда. Смотрите, у вас сейчас на экране спред между двумя сортами. Вот он, 5 долларов, 15 центов. Видите, спред меняется. Посмотрите, вот это взрыв на нефтепроводах, перерабатывающих заводов в Саудуске. Видите, я сделал здесь шорт вот на этой цене и действительно заработал. Спред уменьшился. Та идея, которую я сказал буквально 3 минуты назад, что дефицит будет больше на европейском рынке, потому что туда ближе. То есть обе цены, оба сорта нефти взлетели в цене. Но один больше, другой меньше. А потом один стал меньше падать, другой больше. Но неважно. Спред, разница между ними, она была в пользу бренда. Бренд взлетел сильнее. Спред доходил до 7 долларов. Я там и зашортил спред. Я зашортил спред. Как это в метатрейдере делать? Все очень просто. Вы продаете бренд, покупаете Крудлайт. Все. Разница 7 долларов. Продаете дорогой, покупаете дешевый. Потом разница падает до 5. Закрываете дорогой, выкупаете и продаете дешевый. Разница в 2 доллара с барреля у вас в кармане. На одном фьючерсном контракте это 2000 долларов. Неплохо. Метатрейдере Адмирал Маркетс позволяет вам торговать меньшими лотами. То есть покупать не обязательно прям один фьючерсный контракт, а CFD на него, то есть уже 0.1 для небольших депозитов. То есть это очень удобно. На фьючерсном рынке вы бы не смогли зайти с депозитом меньше чем 9 тысяч долларов. По 4-4 500 на каждый контракт в среднем я беру. Может даже 5 залоги. А тут сможете. Так вот, вот Трейдинг Ю позволяет свои идеи тестировать. Я ее вот здесь опубликовал. Кстати, вы можете подписаться на мой аккаунт Фредерик Даниэль. Вот у меня премиум аккаунт. Тут я ставлю идеи, публикую и на спреде на нефть, и на акциях. В основном это идеи направленные, то есть такие угадайки. Хоть я не люблю торговать этим, но, собственно, идеи через другие инструменты я могу реализовать. А вот саму идею я публикую на Трейдинг Ю. Вот, Фредерик слэш Даниэль. Найдите меня, подпишитесь. У меня уже довольно много подписчиков. Уже 2 года почти этому аккаунту. И можно отслеживать идеи, публиковать свои. Я тоже подпишусь на тех, у кого есть аккаунты активные, если они не пустые. Так что вот так. Итак, спред мне говорит вот о чем. Спред мне показывает разницу. И это, собственно, есть парный трейдинг. Я зашел парой. Одну купил, другую продал. Помните, вначале мы говорили об акциях, как это делают хедж-фонды в портфелях долгосрочных, если ожидают какого-то движения. А я сделал это на фьючерсе, на нефть, потому что тут логика более понятная. Эту же самую стратегию можно сделать и провести на акциях. Никакой разницы нет. Единственное, на акциях нет, почти нет тех случаев, когда одна компания торгуется через две разные акции. Хотя есть привилегированные, обыкновенные акции представляют такую вот возможность. Но пускай это будут разные компании, но очень сильно коррелирующие. Давайте перейдем к акциям. Я вам покажу сайт, где можно смотреть корреляции компаний. Например, вы нашли две банковские бумаги, которые ведут себя почти одинаково. Давайте пробьем несколько банковских бумаг. Citigroup. Что вы еще знаете? Bank of America. Бак. Дальше. American Express. Пять бумаг введем, чтобы он показывал. Wells Fargo, BFC. И JP Morgan пускай будет. Давайте пускай он нам покажет корреляции. Он почему-то показывает все еще свои бумаги. Я вбил вроде уже. Тут надо, по-моему, под логином зайти. У меня есть логин, но... Хорошо, неважно. Неважно. Смотрите, я нашел хорошие бумаги. Пускай это будут их бумаги. Что такое корреляция? Это то, как ведут себя акции. Две разные акции. То есть, если корреляция один, то они одинаково растут всегда. Редко бывает корреляция один. То есть, это абсолютно идентичное поведение двух акций. Минус один – это противоположное поведение двух акций. Так вот, если корреляция близка к единице, ну, допустим, 0.9, 0.85, мы уже будем говорить о высокой корреляции. Например, я здесь вижу две бумаги, у которых очень высокая корреляция 0.89. Это Agilent Technologies и ATT. Я не знаю, почему у них такая высокая корреляция, работают они в одной отрасли или нет, но вот так. Я вижу также отрицательные корреляции, но очень высоких нет. Вот, например, я предполагаю, что… Давайте еще раз попытаемся. JPM. BAC. VFCE. Добавим сюда… Да ничего не добавим. Раз, два, три, четыре бумаги. Ну, ладно. AXP, может быть, была, American Express. Я неправильно нажал. А. Нет, он все свое дает. Он не позволяет нам ввести свои бумаги, потому что нужно под логином зайти. Сейчас я попробую. Здесь я не вижу, где зайти под логином. Тут даже криптовалюты есть. Корреляции можно смотреть. Очень хороший сайт. Ну, пускай будет так. Так, я могу даже по памяти набрать две бумаги, у которых очень высокие корреляции. Вот здесь наберу. Это JP Morgan и Citigroup. Для начала мы проверим графики и цены этих бумаг. Тут целая технология. Знаете, парный трейдинг так просто не вбьешь, как нефть. Тут целая технология. Значит, 131 примерно стоит JP Morgan. И посмотрим, сколько стоит Citigroup. Корреляцию на любом сайте можно проверять. Это не так сложно. 76. 131 делим на 76. 1,7. Итак, формула будет выглядеть так. JP M минус C умноженное на 1,7. Если он запятую берет как дробную. Ну, посмотрим. Нет, взял. Интерактивный график. Вот у нас. Вот у нас. Что? Вот у нас график спреда. Давайте сделаем недельный. Видите, хоть и спред у них вроде высокая, но данная бумага вообще не представляется для возможной работы на этом спреде, потому что нет определенных каналов. То есть идея была в чем? Найти две бумаги, которые коррелируют, которые ведут себя исторически одинаково. Но на данный момент эта корреляция нарушилась. Вот мы ищем бумаги, в которых нарушилась корреляция. Здесь она не нарушилась. Здесь мы видим прям такой растущий тренд. Эта корреляция стабильно уменьшается. Она была минус 30 долларов в пользу JP Morgan. А сейчас она минус всего 1-2 доллара. То есть JP Morgan уступает, да, Citi. Он раньше спред... Нет, наоборот, выигрывает в росте. Он растет быстрее, чем Citigroup. Здесь нет никакой идеи торговой, хоть и корреляция была достаточно высокой в свое время. Вот на нефти лучше видно эта корреляция. Вы не удивляетесь, что в какие-то моменты спреды были намного больше. Это вообще экстра-экстра случай. Вот если я сделаю график weekly, вы поймете... А, тут weekly уже нет, можно. Вы поймете... Видите, спреды колеблятся все-таки в коридоре между 10-11 иногда, 11 с чем-то, и 3. Редко 2 с чем-то. Причем эта история актуальна для последних двух лет. Раньше было еще круче. Спреды были очень узкие. Время от времени они меняются. Ураганы какие-то, сланцевая революция тоже изменила ситуацию. Но для последних нескольких лет, двух лет с половиной, может быть, двух, мы видим четкую тенденцию, что спред почти никогда не уменьшался в сторону трех и ниже. И никогда три раза было такое, раз в полгода. Вот почему я говорил, что я захожу не каждый день. Достигал 11 долларов. Значит, идея вот в чем. Она проста. И да, недавно всплеск спреда был на форс-мажоре. Прям ночью после новости на выходных взорвали нефтеперерабатывающие заводы. Я решил сразу зайти на открытие рынка. Не успел на самом пике, но вот здесь зашел. Идея прекрасна. Что если на рынке нефти эти же параметры, так скажем, условия будут сохраняться, и мы время от времени будем использовать иррациональность рынка, изменение поведения трейдеров ввиду каких-то причин, ставя на то, что эти причины временные. Конечно же, ураганы временные. Они не могут же изменить всю инфраструктуру нефтяного рынка раз и навсегда. Вы понимаете это. И взрывы на нефтеперерабатывающих заводах тоже временные. Взорвали, дефицит создался, потом он пропал, потому что возобновилось. Все быстро возобновилось у саудитов, но могло чуть больше времени занять, к счастью. Через уже на следующей... Видите, здесь график падает. Уже на следующей неделе график показал снижение спреда. Зафиксировать прибыль можно было уже через несколько дней. Так вот, на акциях, на нефти, на чем-то еще идея заключается в том, что время от времени бумаги торгуются очень сильно разнонаправленно, хотя обычно они коррелируют. И мы говорим себе, раз появилась такая ситуация, обычно спред между двумя акциями, допустим, 5 долларов, а вдруг он упал до 1 доллара. Какая-то бумага сильно выросла, какая-то нет. Отчетность вышла, еще что-то. Временный такой всплеск. Мы одну бумагу покупаем, как в той стратегии хедж-фондов, первой долгосрочной, другую продаем. И ждем, пока спред вернется. А он, скорее всего, вернется. Обычно он возвращается. Но если нет, вы спросите, никто же не гарантировал возврат спреда? Если нет, мы просто ставим себе определенный лимит. Говорим себе, если вдруг спред продолжит увеличиваться, я подожду 2 доллара и закроюсь. То есть своего рода стоп-лосс. Итак, давайте завершать наш вебинар. Я вкратце, конечно же, мы за каких-то 30-40 минут не смогли бы разобрать всю философию и в парном трейдинге, и в маркет-нейтральных вообще стратегиях, подходах. Все нюансы, тонкости, конечно, это невозможно. Именно поэтому я показал один понятный, как пример, случай. На акциях это было бы делать дольше, корреляции с таблицей. Я просто показал, что это возможно. Пример, который понятный, он на нефти. И мы теперь знаем, на чем зарабатывается в парном трейдинге. На разнице мы его называем спредом. Почему эта разница возникает? Под определенными условиями и обстоятельства приводят к этому. Например, форс-мажоры типа климатических. Как это использовать? Просто один контракт продавать, другой покупать. Тот, который вырос, продаем. Тот, который не вырос, покупаем. Или в другую сторону, вниз упали. Не важно вообще направление, не важно. Главное спред. Вот у меня сейчас график спреда. Я даже не знаю, сколько стоит даже бренд против WTI. 61, 57. Как там получилось? 62, 57. Или 65, 60. Или 70, 65. Все равно. У меня спред 5 долларов. Я только это вижу, только это знаю. И это для меня важно. И если спред упадет в район трех, я, наверное, постараюсь встать на расширение спреда. Ну, буду думать. По крайней мере, давно не было 3. 3 доллара спреда. Хотя раньше, исторически, он был 3. 2,48, по-моему, я считал, на очень долгий период был средний спред. Но те времена прошли. И сейчас, после того, как много раз спред достигал 11, мы уже работаем вот в новых реалиях. И если спред снова будет 3, я куплю, потому что, ну, это средний спред. Там много я не потеряю. Он же не был исторически минус 3, чтобы рухнуть обратно, да? Он был 3, 2,5. Но окей, будет там. Следующее расширение спреда мне принесет. Но пока рано об этом говорить. Видите, 5,13. До 3 еще очень долго. В последний раз у нас вот спред минимум был 3,60. Так что посмотрим. Дойдем мы до 3 или нет. Хорошо. Я надеюсь, я смог вам рассказать о том, что такое парный трейдинг. Рассказать о том, насколько парный трейдинг лучше, чем угадывание направления движений по разным бумагам. Потому что нам не нужно угадывать. Вот я очень не люблю угадывать. Мало у кого это получается хорошо. Там больше, чем 60 на 40. У большинства в лучшем случае 50 на 50. Вот и вам я предлагаю вместо угадывания, вместо угадайки 50 на 50 выбрать такую стратегию, которая не требует сильно угадывания рынка, а каких-то других хитростей со своими нюансами, конечно же. И использовать ее для работы на рынке. И озвучил даже свои идеи, что по нефти конкретно я делал стратегию, и она оказалась прибыльной. 2 доллара я точно имею даже на данный момент. Ну и в будущем буду по 3 заходить на оборот на расширение спреда. Времена неспокойные, даже твит Трампа может вызвать расширение спреда. Так что очень низкий, очень узкий спред мне нравится. И я буду делать все, чтобы этот спред использовать. Если есть вопросы, пишите. У нас будет вебинар. Но об этом, наверное, Роман расскажет. Будет вебинар. Мы с вами встретимся. Все тонкости, нюансы, таблицы. Здесь очень много математики всякой. Ну, простой математики. Расчетов. Как делать? Какие бумаги лучше подходят? Как составлять портфели из этих бумаг? Как выискивать корреляции? Как работать с этим? Много вот такой вот рабочей, практической работы у нас будет на вебинаре. Он трехдневный. Роман сейчас все расскажет. Все подробности, все условия. А я вас жду. Ну, наверное, настало время расширить свой горизонт знаний, практик и перейти от направленной торговли. Ну, или добавить. Не обязательно прям все менять сразу. Добавить в свой арсенал стратегий одну стратегию. На демке ее пробовать. Может, она вам не понравится. Хотя я не вижу причин, чтобы эта стратегия прям кардинально не нравилась. На демке попробовать месяц-другой, несколько инструментов использовать. А потом, может быть, вы в метатрейдере, помимо своих идей направленных, будете так в уголочке тестировать и разницу в спреде, парный трейдинг, и использовать его для диверсификации своих стратегий. У меня все. Всем спасибо. Я жду вас на вебинаре. У нас будет три дня очень упорной, хорошей работы. И вы после этого узнаете ту стратегию, о которой, кстати, немногие знают. Вы думаете, это очень распространенная стратегия? Конечно, информации о нем есть, ее много. Но я не так много знаю трейдеров, которые даже знают о ней. Слыхали, может, где-то. Не то, чтобы используют. И вот почему крупным хедж-фондам она, наверное, нравится больше. Потому что там не надо угадывать. Все. Всем спасибо. И передаю слово снова Роману. Спасибо большое, Фуат. Как всегда, рассказал интересный подход. Поделился своим опытом. И я бы хотел всегда несколько слов рассказать о том, что будет. Останови, пожалуйста, демонстрацию экрана, чтобы я смог сделать свою и рассказать уже дальше. Что является важным. То есть я хоть и занимаюсь трейдингом несколько меньше, чем Фуат. Но, по крайней мере, убедился в том, что двух трейдеров с одной и той же торговой стратегией практически не существует. Все равно у каждого есть свой подход, у каждого есть свое видение рынка. Это можно отнести также и к художникам. Потому что трейдинг, я думаю, что можно сравнить с искусством. И здесь, как и в искусстве, очень важен такой принцип, как насмотренность. То есть чтобы вы смогли взять какую-то стратегию и использовать, важно о ней узнать, померить на себя. Возможно, она вам подойдет. Возможно, нет. Возможно, только какая-то часть. И как раз мы в Admiral Markets делаем все возможное, чтобы увеличить ваше знание с точки зрения вебинаров. Сейчас я бы хотел показать также свой экран и рассказать о том, когда у нас будет проходить данный курс уже в полном формате. Потому что здесь мы смогли только затронуть какие-то базовые вещи, какие-то базовые элементы. Но мы запланировали также, также будем проводить такой курс и очно в Таллине, для тех, кто посмотрит у нас уже в записи, и также онлайн. Фуат, останови, пожалуйста, демонстрацию экрана, чтобы я смог переключиться. Я вроде остановил, но что-то он не остановился. Секунду. Так, зум продолжит. Нет, у меня он остановлен. Вот пишет продолжит демонстрацию. Закрой это окно. Может остановить совместное использование. Да, все в порядке. Итак, по поводу курса. Он будет проходить, собственно, в два этапа. То есть первый этап у нас очное обучение будет в Таллине. Начнется он 19 ноября. Курс идет три дня с полным погружением, с разбором того, где брать материал, как искать бумаги или как искать активы, до того, как открывать эти сделки на счетах Admiral Markets в MetaTrader непосредственно. То есть важно еще, чтобы был конечный результат, чтобы вы смогли взять данный инструмент. Семинар будет проходить три дня. И также мы запускаем онлайн. Онлайн будет в декабре. С 9 по 11 декабря. То есть это также три дня точно в таком же формате, точно в таком же режиме времени. Для того, чтобы принять участие в данном курсе или онлайн, или офлайн, хотя на самом деле те, кто посетят курс в Таллине, смогут также посетить и онлайн, нужно зарегистрироваться. Регистрация у нас доступна на сайте Admiral Markets, где вы сможете оставить свою заявку на регистрацию. Ссылку для записи я также оставлю в описании к этому видео. И он не находится, если вы хотите посетить онлайн, это раздел вебинара. И вот он стоит на декабре. Или если вы хотите посетить его уже непосредственно в офисе, то заходите в раздел семинары и выбираете как раз тот семинар, который для вас интересен. Важным условием участия данного курса является то, что у вас есть открытый счет, пополненный на сумму от 1000 евро. Соответственно, если у вас это условие выполнено, то вы можете регистрироваться. Если оно пока не выполнено, вы хотите его посетить, то зарегистрируйтесь, с вами свяжется ваш персональный менеджер и уже расскажет о дальнейших шагах. Данный курс будет максимально практичным, практическим, для того, чтобы вы смогли максимально извлечь для себя пользу и использовать уже данные элементы в своей торговле. Ну и уже завершая наш вебинар, если у вас есть какие-либо вопросы к Фуаду, то, пожалуйста, напишите их в чат. Еще есть несколько минут, чтобы мы могли на них ответить. Так, тут вопрос в чате был, если слышно меня, что на валютах, насколько можно это...